Всем привет! Эта короткая партия была сыграна на турнире в Кошелине в Польше в 1996 году тур сейчас даже не припомню третий или пятый то есть скорее всего нечетный потому что я играл белыми рейтинг у меня был 2375 у моего противника 2420 он был уже международным мастером по моему так эту партию она не попала по непонятной причине в базе и совершенно случайно на сборах на школе Спасского в Садке мой противник Николай Толстых в общем выяснилось что она у него есть и он мне выслал все наши партии на всякий случай и эту партию я прокомментирую значит чем она памятна ну во-первых я все-таки более молодой тогда был ну я и сейчас более молодой чем Николай вот но тогда я был еще кандидат мастера противник куда более опытный ну и итогом явилось вот в этом турнире я выполнил свой первый балл международного мастера перевыполнил его на целое очко то есть я выполнил по девяти турам и в десятом еще обыграл гроссмейстера Колина Макнаба еще бы эту партию найти но подозреваю что Колин мне ее не даст для того чтобы я прокомментировал что у нас было ну играл я в те годы в основном Е4 играл жестко мой противник тоже конечно хочет выиграть у него выше рейтинг у него больше опыта и это логично и он идет в острый дебют но немножко рискованный то есть Свешников вообще считал этот скандинавскую защиту некорректным дебютом особенно с ходом Ферз А5 но есть и много шахматистов которые считают что и кстати и я к ним отношусь что скандинавскую можно играть против тех кто менее опытный можно попытаться запутать часто из этого выходят вот такие партии как Мая с Николаем или вот в 2001 году я в Тольятти проиграл Игорю Курносову молодому и тогда еще никому неизвестному шахматисту такое тоже случается Конь Ф6 Конь Ф3 Ц6 такой крепкий ход черные оставляют возможность выйти слону и на Ф5 и на Ж4 слон Д2 вот не хочу я чтобы был связан Конь на Ц3 есть конечно другие ходы есть слон Ц4 есть Конь Е5 но я сыграл слон Д2 и после ФБ6 вот висит пешка Б2 естественно пешка Б2 молодого Романа Овечкина вообще не интересовала после слон Ц4 у черных уже начинаются серьезные проблемы выясняется ну понятно что плохо слон Ж4 белая просто испортили противнику пешечную структуру лишили его рокировки и стоят с приличным перевесом не очень хорошо и слон Ф5 здесь сильно ФЕ2 ну и все взятия на Б2 на Ц2 они возможны но ведут к быстрому проигрышу а самая четкая Е6 после длинной рокировки ставят перед черными огромные проблемы то есть конь идет после конь БД7 конь заходит за слоном у белых лучшая пешечная структура то есть пешка А4 зафиксировала пешки Ж7 и Ж6 и вот упомянутый мной ранее Игорь Куруносов обыграл в 2010 году в этой линии гроссмейстера из Венгрии Золтана Варбу Ну у нас-то речь о моей партии в общем вы все это посмотрите файлик будет прикреплен к описанию если интересно посмотрите что может быть в случае спокойного слона в 5 в общем как мне кажется ход ферзь Б6 не точный и ферзь бьет Б2 очень логичное следствие из этого хода то есть если не взять пешку на Б2 то для чего тогда черная ферзя на Б6 поставили я не помню кто из великих по-моему Пауль Кирис кто-то из великих говорил что пешку на Б2 плохо брать даже в тех случаях когда это хорошо вот но эта партия явилась подтверждением тезиса то есть ну действительно все мы знаем что пешкоедство опасная болезнь в общем ферзь бьет Б2 пока ладья Б1 не хожу хотя стоило бы я предпочел пока рокировать более сильный ход конечно ладья Б1 отогнать ферзя на А3 где он расположен как-то похуже у нас уже ладья работает Е6 то есть тоже слона на Ж4 выводить опасно на Ф5 можно но после так виноват на Ф5 можно но после слон Б3 начинает грозить А4 сейчас да елки палки впрочем А3 тоже угрожает да в общем движение пешки А с дальнейшим ладья А2 и поимки ферзя приходится играть ферзь А3 ну и у белых мощная инициатива конь Е5 Е6 там Ж4 вообще если слон Ж6 то А4 то есть ну видно что у черных можно пока кстати ладья Е1 допустим пойти тоже вполне нормально видно что компенсация у белых огромная ход Е6 достаточно логичен ладья Е1 слон Е7 по какой-то причине я ранее не ходил ладья Б1 тут смотрю уйдет ферзь на Б6 он там расположен явно лучше чем на А3 и сыграл ладья Б1 что делать дальше ну самый логичный ход ферзь Е2 продолжаем просто выводить фигуры со стартовых позиций рокировка ну и как-то надо доставать этого короля как без конь Е4 вообще никак не обойтись конь Ф6 заищает короля Ж8 его надо разменивать в случае конь БД7 могло случиться нечто похожее на то что в партии ладья Б3 висит ферзь брать на А2 крайне опасно там ладья все время грозит на Ж3 перейти да и на Б7 может забрать и со сходом С3 надо считаться после ферзь Б2 допустим С3 и угрожает вообще ладья А1 не видно достойной защиты вот а после ферзь А4 конь С3 мы заходим за чернопольным слоном можно сейчас сыграть слон Б4 но мне нравится конь Е5 с идеей ладья Ж3 и слон белых может использован и на Б4 и при случае на А6 или на Ж5 то есть у черных серьезные проблемы мой противник взял на Е4 и повел второго коня на Ф6 но тут естественно ладья Б3 мы ведем ладью на королевский фланг теперь если ферзь Б2 то после слона С3 как-то черный ферзь немножко заблудился и скорее всего черные его сейчас потеряют последовало кони Ф6 ну и здесь конечно ферзь уже ушел на А4 то есть теперь снова на А2 брать опасно на этот раз из-за слона Д3 с неприятной угрозой слон Ж5 то есть времени на спокойное завершение развития вот скажем Б6 у черных нет после слона Ж5 угрожает мата на А6 мы бьем на А6 и атака там однозначно должна решить все белые фигуры готовы наброситься на черного короля поэтому Николай увел ферзя на Д6 ну и как-то надо вызывать слабости я сыграл слон Д3 Ж6 и здесь ошибся то есть ну как без ошибок провести хорошую партию особенно в молодости у белых разбегаются глаза то есть в целом Николай выбрал интересный вариант видите у него лишняя пешка позиция крепкая и у белых разбегаются глаза я сыграл конь Ж5 но правильнее конечно было слон Ж5 здесь полнейшая компенсация после именно слон Ж5 просто полнейшая все связано сейчас конь пойдет на Е5 при случае снова ладья готова отправиться на Аш3 но вместо этого сыграно конь Ж5 я решил что все уже пора ставить мат и был неправ у черных был фантастический ход А5 но для того чтобы такой ход найти надо понять что грозит то есть нужно серьезно вникнуть в позицию она очень сложная для игры для обоих противников ход А5 это черные в первую очередь заезжаются от слон Б4 да в партии последовало такое бесхитростное ладья Д8 и после слон Б4 ферз С7 можно было просто взять на Е7 взять на Аш7 у белых подавляющая позиция мне не понравился ход король Ж7 в тот момент я не видел что позиция с королем на Ж7 у черных проигранная мне казалось что король Ж7 ладья Аш8 и как-то но там есть удар потом я найду я нанес сразу конь бьет Аш7 да что у меня доска то скачет все время я нанес конь бьет Аш7 немедленно понятно что брать на Аш7 черные не могут висеть на Е7 ну то есть может быть это было сильнейшим чтобы ладью на Аш5 как-то поставить но с другой стороны сейчас белая готовы вплоть до слон бьет Ж6 наносить С4 надо считаться со слон Е4 ладья Аш3 то есть я думаю что спастись невозможно и черные сыграли король Ж7 здесь если ход конь бьет Аш7 совершенно очевидный то вот здесь я предлагаю нажать на паузу глаза разбегаются надо найти четкий способ выигрыша мне удалось значит удар слон бьет Ж6 приводит к тому что у черных много продолжений ну как много королем бить нельзя из-за ладья Ж3 и мат сразу а после ФЖ надо было посчитать вот эту линию слон Е7 ферзь Е7 видите к этой же позиции мы могли прийти если бы на 19 ходу я сначала разменялся на Е7 потом взял на Аш7 и на король Ж7 уже нанес удар на Ж6 но в тот момент я к сожалению его еще не видел ну и все сейчас ладья Аш3 и как бы черные не сыграли они беззащитны то есть линии у меня расписаны посмотрите я думаю вот файлики которые под описанием думаю вам понравится это все надо было посчитать это было непросто вот Николай сыграл конь Д5 здесь у белых тоже я думаю не один способ выигрыша я выбрал очень эффектный сделайте паузу посмотрите понятно что должно выигрывать простой слон бьет Е7 а я соблазнился ходом конь Ф6 вот так вот все фигуры под боем слон на Б4 слон на Ж6 конь на Ф6 такая игра мне очень сильно нравилась в те годы когда мне было 20 с небольшим надо все считать ну и здесь конечно позиция черных безнадежная потому что если сейчас взять на Ф6 то белые просто бьют на Е7 и уводят слона на Е4 вот это я совершенно точно помню я до этого момента досчитал и понял что спасения нет то есть скажем на король Ф8 будет Ф8 и ладья Ж3 теряется конь атака продолжается пешка идет ферзи на Ф7 сразу ладья Ж3 а скажем на ладья Ж8 есть очень интересная ладья Ф3 конь связан защитить его невозможно теперь слон Д3 и у нас подключается вторая ладья к игре то есть черные совершенно беззащитно ладья А8 и слон Ф8 никуда не выходят ну и после ладья А8 выигрывает ну даже простое коль бьет Д5 то есть но я соблазнился то есть вот скажем коль бьет Д5 СД Ферз Е7 ну и вот Тенспиль совершенно безнадежен для черных потому что ладья А8 не вошла в игру белая создают двумя ладьями и чернопольным слоном матовую атаку при поддержке еще пешек если потребуется вот но я сделал другой ход конь Е8 и черные сдались то есть ну легко убедиться что шансов спастись нет понятно что ладья Е8 это очень быстрый мат то есть все это требовалось посчитать в уме но считаются такие варианты достаточно легко на король бьет Ж6 достаточно взять на А8 висит ферзь угрожает ферзь Ж7 угрожает ладья Ж3 то есть тоже очевидно что черным не спастись ну и после король Ж8 можно взять на Ф7 взять на А8 с теми же проблемами у противника в общем огромное спасибо Николаю Толстых за соучастие в этой партии еще больше за то что он сохранил эту запись надеюсь что вот этот каскад ударов вам понравился спасибо за внимание обещаю что найду еще что нибудь интересное чтобы вам показать